22 июня 1941 года на излете немцы напали на Советский Союз, разгромили многие части Красной Армии. И вот на излете второй недели выступил товарищ Сталин и сказал слова, которые много-много лет, много десятилетий после этого помнят весь мир. Он обратился с пламенным призывом, душевным призывом. Он сказал, братья и сестры, вам обращаюсь я, друзья мои. Этот братец залил Советский Союз, залил свою страну кровью. На его руках миллионы жертв. Прежде всего, это на Украине мужики, это русские люди, это граждане всех республик, которые в то время входили в состав Советского Союза. И вот братец обратился. Я обращаюсь к вам. Микрофон был мощный. Ну, все-таки, это кремлевское обеспечение. Братец пил воду. И зубы его стучали об стакан. И вот этот грохот зубовный. Слышала вся страна. Об этом помнят до сих пор. Помнят, вот что братец. Так вот, история повторяется. Через восемь десятков лет еще один кремлевский братец засел в каком-то там бункере. И я считаю, что этому братцу сейчас пришло время обратиться к народу. И вот в настоящее время происходит то же самое, что было в сорок первом году. Снова тысячи броневых машин, сгоревшие на дорогах Украины. Только когда-то это были танки Красной Армии. Сейчас тоже кремлевские танки. Снова они горят. Это какая-то совершенно дикая ситуация. И мне сейчас представляется, когда я смотрю вот на все это, что режим находится, режим Путина, находится на краю гибели. Это можно видеть хотя бы потому, что крысы побежали с корабля. Побежали, побежали так вот. И самое время Владимиру Путину что-то делать. Понимаете, не просто обратиться, а признать, что войну он проиграл. Война проиграна, действительно. Если не было Блицкрига, то она проиграна. Вы понимаете, мне так... Лично мое отношение. Я горжусь, пышаюсь украинскими бойцами, которые отражают это чудовищное нападение, которое это невозможно было себе представить. Но оно совершилось. А с другой стороны, я вот сижу красный, вот я не могу говорить от того, что мне стыдно за русский народ, потому что по матери я русский. Из Липецкой области, вообще-то, корни мои там. Так вот, душить меня стыд. Мы прокляты навеки. Понимаете, вот здесь русские люди в Британии, они уже не знают, куда прятаться. Они ничего не совершили. Но с другой стороны, все мы виноваты. Я виноват. Я никого не обвиняю. Я виноват в том, что 20 лет, пока эта кремлевская крыса душила мою страну, я писал свои какие-то книжонки. Хотя каждый день, каждый день я должен был что-то сделать против этой крысы. Ведь смотрите, стоит мальчик, маленький мальчик в Кремле. Идет этот человек, мужик, опускается на колени, поднимает эту рубашонку и мальчика целует в животик. Вот, потом он объяснял, я не мог сдержаться. Не мог сдержаться перед тысячами людей. А вот что происходит с этим педофилом, у которого неограниченное число, неограниченное число, миллиардов, у которого множество защищенных творцов, что этот педофил там творит. Вот подумайте, что он там творит. Не может нормальный человек такое творить. Встать на колени и поцеловать мальчика в животик, потому что, ну, не мог вот сдержаться. Вот хотел сдержаться, вот не смог. В настоящее время я никого ни к чему не призываю. Было бы с моей стороны большой ошибкой и с точки зрения чисто моральной кого-то к чему-то призывать. И с моего прекрасного далека, из чудесного города Бристоля, сказать, ребята, идите на баррикады, выходите на улицы. Нет, 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 нет. Мне стыдно за свой народ, но никого не призываю. Я просто считаю, я считаю, что каждый должен поступить по совести. Каждый должен сделать то, что может, то, что обязан сделать. А ведь сделать что-то можно, понимаете? Что-то в любой ситуации можно что-то сделать. И сейчас вся надежда, моя надежда на армию. Вот смотрите, в 1991 году, когда танки вышли на улицы, танки вышли давить русский народ, и русский народ вышел на улицы тогда. Тогда, может быть, это было правильно. Сейчас я не знаю, я не советую ничего. И танкисты, вот эти войска на БМП, они после какого-то совершенно очень недолгого колебания, они перешли на сторону народа. Вот я думаю, что дико смотреть вот на этих освободителей грязных, попавших в плен, там вот с голдой задницы одного показывают, освободителя. Так вот, обращаюсь я к летчикам, обращаюсь к артиллеристам. Ребята, сейчас 21 век. Вас всех потом вычислят. Уж я украинцев знаю. Ребята, вот прошло такое сравнение, и сейчас разлетается по миру. Украинцы – это пчелы. Знаете, вулок такой стоит, улей по-русски. Вот. И эти челы, пчелы, они никого не трогают. Они собирают свой медок и несут вот по капельке, по капельке, вот, до тех пор, до тех пор, пока вы их не тронете. Ох, и суви. Ох, блядь, суви это. Понимаете, вот ты открываешь этот улей и полез лапой туда. Медведь. Это обычно медведь туда лезет. И они начинают его кусать все. Причем не надо какой-то центральной власти, не надо каких-то там приказов генерального штаба. Каждая пчела выполняет свою работу. Выполняет. Она умирает. Она умирает после того, как она кусанула этого, ужалила этого медведя. Она погибает. Так вот, украинский народ будет умирать, но он будет убивать всех. Перелом в войне уже наступил. Уже все. Уже не будет никакого блицкрига. Уже народ поднялся. И я... Не призываю, повторю, не призываю. Я просто говорю, ребята, ну подумайте же головами своими, что нас проклемают по всему миру русских людей. Мы все виноваты. Я в этом виноват. Я прошу у вас, прошу прощения, за то, что я 20 лет, пока этот нехороший человек, простите, не хочу материться, он правил Россию, он ее загнал, а я ничего лично не делал. Я у вас за это прошу прощения. И призываю каждого включить свою совесть на полную мощность. Слава Украине! Победа будет за нами! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!